В целом ситуация на рынке труда в Донецке удовлетворительна. В первом полугодии услугами службы занятости воспользовались 9400 незанятых граждан, в том числе 6000 женщин, 5000 молодежь в возрасте до 35 лет. Если считать, что мы сделали за первое полугодие в этом вопросе, то по состоянию на 1 июля численность незанятых, которые стоят на учете в фонде занятости составила 3,7 тысячи. 2,5 тысячи – это лица, которые имеют образование и служащие, и 1200 человек – это лица рабочих профессий, и 200 человек – лица, не имеющие профессии. Благодаря услугам центра занятости за первое полугодие 2012 года было трудоустроено 6200 человек. Численность зарегистрированных вакансий на сегодняшний день на территории города Донецка составляет 16 тысяч, которые поступили в заявки, представленные на вакансии из 2300 предприятий. Уровень безработицы как был, так и остался 0,6% в городе Донецке. Из молодежи было трудоустроено 1100 человек. Донецк требует от ЛАЗа финансовых компенсаций за нецивилизованные отношения. По состоянию на сегодняшний день из заказанных и оплаченных из городского бюджета автобусов Львовского автобусного завода Донецк получил только 9. Мы привыкли к цивилизованным отношениям, а это не цивилизованные отношения. Суд подали и предъявили претензию за несвоевременное выполнение контрактных обязательств. Первое, мы отказались от 10 мягких автобусов, которые предназначались непосредственно для Евро-2 гостей Евро-20-12. Вопрос возврата финансовых ресурсов, это 26 миллионов гривен. А остальные штрафные санкции за несвоевременное выполнение контракта на поставку 30 автобусов городского типа. Александр Лукьянченко отметил, что, например, с Минским заводом подобных проблем никогда не было. Из 115 транспортных средств Донецкого городского пассажирского транспорта, оборудованных кондиционерами, в 42 столь необходимые в жару устройства находятся в нерабочем состоянии. Я задал вопрос руководителю Донэлектроавтотранса, почему не все кондиционеры работают. Он сказал, что из 115 и 42 кондиционеры были в рабочем состоянии, они находятся сегодня на гарантии. И служба, которая выполняет сервисный центр завода, Львовского автобусного завода, производит наладку этого оборудования непосредственно здесь, на месте. Также на сегодняшней пресс-конференции мэр Донецка прокомментировал инициативу оппозиции по сбору подписей в рамках акции «Украина без Януковича». Это очередное, так сказать, трепыхание, я по-другому не могу назвать, оппозиции. Они спохватили, что ничего не делали, ничего не сделали, ничего не сделают, и поэтому хотят напомнить о себе в преддверии выборов. Я вообще считаю, что это просто нереально, это выстрел в сторону Луны. Кира Думская, Александр Пугачев, Первый муниципальный.